Тимпл, тут Ангел Кучер, два Словака Чеха, там четыре американца. В общем-то, наслаждаемся хорошей игрой, хорошим контр-страйком Ленина Таффа у микрофона. И, товарищ Ленин, чего вы ждёте от Ддаста второго? Будет пот и катка? Либо всё-таки кто-то кого-то сможет совместить? Нет, потная катка должна быть здесь по дефолту, это точно. Потная катка должна быть. Другое дело, что лично я, конечно, не в обиду болельщикам команды Liquid, они, несомненно, тоже есть. Я всё же болею за Hall Raiders, я очень хочу, чтобы они выиграли. Но время покажет. А Шеры начинают Ддаст 2, третью карту в атаке. Liquid будут защищаться, и вот так вот. Ну что ж, друзья, хороший хэдшот, вырубают шорт. Пять в центр, трое уже в шорте, четвёртый туда же. Там хороший приём от двух игроков, гранаты протянули, но не уйдёт. Нитро, привет и здравствуй. Пять в три, такое нужно уже не отпускать. Возвращаются назад, сейчас будут тушить центр, ну просто по красоте, убить кика срочно. Отлично, минус кика, минус симпл, ну и в принципе... И всё, это изи-пистолетка, можно стягиваться на B, агрессия от Liquid абсолютно ничего на миде не дала. Ну, Адрена сейчас тоже могут забирать. Не видел? Да, Стика, даже сразу не понял, откуда по нему настреливали, но, как по мне, Адрен мог бы получше прицелиться по Стика, всё-таки макушка его головы... Да, тут расслабился Стика, тут не дело в разрешении экрана, тут на самом-то деле в районе баров где-то была его голова, поэтому он точно был на экране у Стика. Но всё нормально, всё нормально! Вообще, просто идеально для HellRaisers, да, потеряли одного игрока, но на пистолетке это не так-то и важно. 1-0, отличное начало. Я же, друзья, напомню вам, что в своём предыдущем матче на Дасте Ашера выиграли 22-20, да, тяжелейший камбэк, не помню, со счёта 15-12 или 15-11 даже. И скажи, что было при счёте 15-14. Ангел! Ангел, который 1-2 вытащил, вообще смещибельное, абсолютно... Вертуха в прыжке, там что-то невероятное. Да-да-да, в прыжке забрал плент последнего игрока. И вот из-за этого момента многие говорят, что, по идее, Liquid должны были выиграть Dust 16-14, и, в общем-то, так и должно было случиться. Спорный Даст, спорный момент, но факт остаётся фактом. Его забрали Ашер и проиграли потом Ауспорт. Ну и теперь кто-то кому-то может доказать, чего стоит он на втором Дасте, либо Team Liquid Hellraisers, либо наоборот, но вы понимаете, что это одна карта ценой в мейджор. Поэтому удачи и тем, и тем, и, конечно, хотелось бы увидеть хороший КС. Но, опять же, конечно, мы где-то больше за Hellraisers. Но Simple тоже любим. Но, братишки, далеко от нас сейчас. Да, Liquid вновь играют дисциплинированно. Они делают полный экономический раунд, не делают Force. Интересно. Simple, правда, играет с Дигглом, но он может себе это позволить. Simple очень грамотно играет с Дигглом. Он, на самом деле, один из немногих, кто действительно стабильно с него раздает. Вот, видимо, по-прежнему будет работать вторым снайпером при данной схеме. И поэтому в первом оружейном, ну, скорее всего, точно не будет покупать АВП. Минус от Стика. Минус от Стика под номером 2. Как-то легко к себе домой заходит на плент. Ангел продолжает нас радовать своими фрагами. Ну и, в принципе, продолжает, продолжает и продолжает. Ну, спасите капитана. Нет, не получилось, но, опять же... Патроны закончились, Ангел просто стоял. Он решил даже не уходить, понимая, что его не отпустят. Даже пистолет не достал. Даже пистолет не достал. Он просто смирился. У него кончились патроны, он сказал, ну, окей, я больше ничего не буду делать. Давай, трави, братан. Да и тем более он понимал, что ему нужно свопать. Давай с трактором. Друзья, для тех, кто вдруг недавно подключился, вы попали просто в самую жару. Это прямой эфир. Коламбус. В 2016 МЛЖ, квалификация на мейджор. Ну и, конечно же, последняя игра сегодняшнего... Не, вчерашнего дня. Сегодня у нас еще будет 3 по 3, но уже попозже. Конечно, гораздо попозже. Мы еще все поспать успеем. Ну и, в общем-то, невероятные приключения HellRaisers. Ликвид, третья карта, перестрелка, симпл 20 хп. Лайт, что же ты делаешь? Вырубает Zero с одной и HellRaisers в меньшинстве. Но на предыдущей карте мы видели кучу таких раундов. Оскар минус симпл. Да, тем временем Остр прострелом забирает симпл. Он мстит. Мстит он за своего мертвого тиммейта. И вот он еще один минус вновь от стита. Кстати, очень-очень радуюсь. Ух ты. Он раздает так же, как на оверпассе. Хотел сказать, длина прошла. Длина ушла от Адрана и его скаута. Бомба не прошла на точку. И теперь нужно спасать ситуацию. Оскар, ну тут есть дым. Он как-то поможет, но и уже никто не контролирует бомбу. Вот это да. У Хика нет арморов. Тут и со скаутами можно было бы разобраться. А Стика... Ой, Оскар, прошу прощения. Еще я свопнул девайс. Да и у Хика оружия особо даже никакого пока что нет. Подобрать вот здесь можно на спуске. Но вы видите, Хелл Рейзер делают все, чтобы сюда не зашли. И девайсы не были подобраны. По-прежнему один скаут. Пистолет Хика. Выход. Есть инфа по одному второму. Он должен быть дизи-раунд. Минус один. Да уйди ты просто отсюда, Оскар. И даже не стоит ему перестреливаться. Да, может не стоит. Это нам показывают, кстати, Ангела и Оскара. Но вот что там делает товарищ американец. И он на просвете. Выходит из просвета. Ангел его забирает. 3-0. Но опять же, для экономического раунда американцы делали как раз экономически. Они все сделали неплохо. Они забрали трех игроков команды Хелл Рейзер. Уже на стабильном бае. Ну что же, 3-0. Начало положено. Теперь посмотрим, что будет на оружейном раунде. Ну, как я и говорил, Симпл с Эмэской, с первым армором также 4 его тиммейта, кроме Хика. Ну, который за счет своей игры у него всегда хватает денег. И, конечно же, Адран работает с ВП. Теперь по позициям. Давайте быстренько разбежимся. Посмотрим, что будет делать защита. На длине мы видим АВИК. Ну, и двое закрыты играют в Б-планте. Далее мы видим Шорт. Ну, и, конечно, и КТР спаун, походу. Да, ну, а Хелл Рейзер вдвоем занимают верхнюю темку. Втроем стоят под банкой в ланге. Ну, а Кучер контролирует поджимы Смеда, гипотетически. Никто не поджимает. Ну, понятно, что у Ашер делают больше ставку на контроль карты. Ведь это первый девайс. И важно понять, важно прощупать своего соперника. Да, вообще, такая карта здесь очень тяжело играть какими-то фастами. Да, вы можете, но очень много но и очень много проблем. Там нужно тысячу факторов учесть, знаете, как играет соперник. Ну, единственный фаст, который может быть, это выход на длину, как по мне. И то по респауну, под флешечку, и то в определенный момент. Да, вообще, вот Даст за свои простоты невероятно сложно. Некоторые команды, в частности, флипсайд, например, отказываются от Даст полностью. Они стараются... О, хорош! Нет, нехорош, Кучер! Что ж такое? Убил Ангела. Это кимкилл. Ангел пытался разобраться с Зигзагом, но не получилось. Кучер, правда, после этого забрал еще и американцев, но Нитро разменял его без шансов. Адрен в это самое время забрал Стика, ну и не впечатляет. Вот, конечно, хотя, ты знаешь, вот позиции были хорошие. Могли делать даже два минуса, если бы Кучер вот не... Смотрите, выходит на мидл сейчас Хелл Рейзер, сдропнули бомбу под ящиком в центре, но и попытаются кого-то отстрелить. Видел ногу, Оскар? Эээ, ты зря так играешь с ним. Не попал? Воу, повезло, конечно, сейчас. Очень повезло американскому игроку. Конечно, Хико, у него великолепная позиция. Он на ступеньках в туннеле сидит, и, в принципе, он может в любой момент здесь все закончить. Но пока что чисто играет на инфу. И вот выхода... И какие тайминги для Зера? Находившись пистолетом в руках, его ловит Симпл. Хико, ну, предварительно отдав самого Симпла, забирает Оскар. Это первый девайсный, который уходит Ликвид. Но хочу вот еще раз сказать. Все-таки девайсный этот был от Ашер не самый впечатляющий. Ошибка от Кучера была после того, как Кучер забрал Ангела, дав размен. Он как-то потерялся, решил играть в соло, выходил из зигзага. Его там же забрали. Пострелили причем так удачно американцы. И теперь Кучер у нас играет с тэком. Денег есть. Нету скаута у Оскара и два калаша плюс Галил. Ну, что-то, конечно, можно придумать. Двое занимают верхнюю тэшку. Тот же самый раунд играют и повторяют HellRaisers. Да, ну вот по баю у них уже все странно весьма. Денег уже немного. А вот у Ликвид, как ты говорил ранее, появляется два АВП. Опять же, в защите на Дасте использование двух АВП это сладко. И Ликвид это прекрасно понимают. Тем более, что Симпл является одаренным. Одаренным снайпером. После оверпасса это как-то уже назревало. То, что такое, скорее всего, и будет происходить на втором Дасте. Там очень хорошо просто зашел Симпл со вторым авиком своим. Ну и, в принципе, против HellRaisers это приносит свои плоды. И вот все-таки парней напрягают два АВПа, по крайней мере, на предыдущей карте. Посмотрим все-таки на Дасте втором. Мне кажется, они эти вопросы могут решить. Ну, этот раунд вот уже, глядя вот на этот бай, да, на эти тайминги, Ашером будет взять непросто. Всегда есть стрельба? Ну, всегда есть стрельба. Можно играть индивидуально, но у Американцев она тоже есть. Посмотрим. Сплит Б. Да, делают сплит на Б. Бомба при этом будет не через мид нестись, а через Темку. Ближние позицию команды Liquid достаточно закрытые на точке. Мид вообще никем не контролируется. Ох, какой чудесный тайминг, что Симпл отсюда ушел и ушел за ворота. Отлично, отлично, отлично. Но он еще постреляет. Очень рискует парень. Но самое главное, повезло. Клрейкер, кто никому не прили... Ой, нет, все-таки прислал. О, начинается вот эта магия Александра Коста-Левоон. Вешает ноу-скоуп Зеро. Смоук влетает через секунду на даблы, но Liquid играют в большинстве. И это самая важная бомба. Уже установлена. Ну и теперь планомерное выбивание от команды Liquid. Хаешка влетает идеально. У Оскара остался один хп. Планомерный элит. Все-таки один хп, он там еще как раз в плент А может сыграть. Посмотрим. Есть гранаты еще, хаешки в плент. Нет, осталось молотов и четыре флешки. Есть минус от Адерна. Великолепный, ну тут скорее всего потушат. Хотя подождите, минус один, минус два. Два в два уже. Жесть. Ай, ошибается Оскар. Самый последний момент. Ангел один. Ангел должны запирать, но он чудом живет, хоть и недолго. Элайч открывается на префуче. Бомба дефьюзится. Три-два. Опять же хочется отметить Симпло. То, что он повесил в даблах. И то, как он вывел свою команду в численное преимущество, было красиво. Три-два. Ашер, даже с поставленной бомбой, будут делать эко. И ни разу, ни разу нас не ожидает быстрая и в одну калитку игра. Здесь все будет на крови. Симпло сыграл шикарно, но там реальные были шансы у HellRaisers. Наверное, все-таки стоило контролировать до конца игроку в пленте вот это окно. И может быть у него и получилось поставить хедшот. Там, в принципе, вылазит одна голова. Хотя, по идее, игрок защиты уже бы выходил и смотрел в плент. Но вы знаете, как там случается. 50 на 50 реально можно было прислать хедшот и остаться два в одного. Да, в это самое время при счете 3-2 команда HellRaisers берет тайм-аут. Как тебе поворот? Вот, тут-то уже ребята понимают. На каше вообще не брали. А тут при счете 3-2. Это, кстати, новый рекорд. Я помню, до этого тайм-аут был от Na'Vi при счете 4-3. Тоже на карте The Dust 2. Обычно же тайм-аут берется где-то на средних, поздних. Мы пока не понимаем его причину. В данном случае, конечно, очень важно HellRaisers сейчас не ошибиться колоссально и тотально по экономике. Возможно, они решают сейчас сыграть оружейный раунд для этого паузы сейчас. Либо закупиться так, чтобы какой-нибудь там бай, у кого-то может армор, какой-то тег. Но чтобы так, чтобы в следующем закупиться. Возможно, такая комбинация сейчас просчитывается. Мы видим, Ломобот и Ангел как раз обсуждают все эти моменты. Ну и, в общем-то, команда обсуждает все делать дальше. Плюс тут еще нужно переводить там, но, наверное, там уже, в принципе, ребята друг друга понимают. Ну, обязаны уже. Ну, здесь так уж точно обязаны. Ну, Ломобот что-то с Ангелом обсуждает. Не знаю, может быть, кто-то просто начал не то, что мошнить, не знаю. Ну, знаешь, вот иногда такое бывает, какая-то мошнаут в команде. И как-то это нужно быстро предотвратить. Например, вот Na'Vi, когда брали такой тайм-аут, как раз по этой причине они выбрали. Здесь может быть та же ситуация. Ну, я не знаю просто, как при счете 3-2, когда у тебя эко, который ты должен делать, ты берешь тайм-аут, используя... Вот, внимание, я подчеркну, это единственный тайм-аут, который ты можешь взять на третьей карте в матче за выход на миллионный турнир со статусом мейджора. Здесь все-таки не 5 минут и сколько угодно тайм-аутов. Да, да, здесь один тайм-аут на карту. И использовать его 4 минуты романи... Не, подожди, или по 5 минут дают. Ну, видимо, по 5 минут. Тут самое смешное... А, ну, если по 5 минут, то нормально. Ну, самое смешное, можно один брать, либо сколько угодно, у тебя просто есть время. Не, если показывают... Тогда ты можешь взять 10 по 30 секунд. Не, если показывают обратный отчет, значит, скорее всего 5 минут. Ну, а какой иначе смысл в этом? Ну, да. А, хотя, или может быть один тайм-аут на карту ограничен 5 минутами. Вот это тоже как вариант может быть. Тут нужно прочитать книгу правил, уточнить этот момент сейчас, потому что вот как-то меня поразили последние вещи, которые происходили на нашем миноре, в РУ, который был в Минске, СНГшном. А после этого совершенно другие правила, овертайме мы видим на миноре в Европе. Американцы тоже там по-своему как-то... Ну, здесь все зависит от организации, которая турнир проводит. А дамы и господа... Ну, как бы варьбе дает свои правила, то, что они хотят. Нет, ну, у них есть какие-то общие правила, но ты же можешь свои вполне спокойно сделать. Ну, ладно, поехали дальше. Удачи командам. Ну, и вот, что я и говорил, там что-то намутили. Посмотри, два калаша, три армора, гиглтек. Ой, да это они не то что, это они закупились просто. Ну, это какой-то супер хитрый план. Адрона, кстати, флешат, две флешки в ответ. И вот на опенфрак попытка сыграть на размен не заканчивается ничем хорошим. Адрон успевает уйти. Ангел вроде его еще и контролит. Нет, его позицию просто как-то откроется. Ох! Их будет. Мог сейчас Ангел забрать своего соперника, но сам нарвался на прострел. Ангел уже красный, ХАЕшка просто над ухом взорвалась. 8 хп остается у Кирилла Карасева. Ну и, конечно, печальная ситуация. Пока что для команды Hellraiser с Team Liquid собираются. И могут третий подряд раунд сейчас себе забрать. Кстати, хорошая стычка сейчас была. Ангел, вот немного попав по Адрену. Чуть, да, как ты и сказал, сам не лишился жизни. От Адрена был очень классный прострел. Ничего не скажешь. А Ангел, по идее, мог реально хэдшот на такой дистанции повесить. Ну, ты никогда вот не угадаешь, там повесишь ты хэдшот или нет. Но зато Ангел скинул свой девайс, отдал он его с Тика. Ну вот, к сожалению, конечно, никого кроме Ангела и Кучера здесь с арморами не было. Не знаю, может быть еще у Зера что-то было. Но Зера уже мертв. Ну что же, есть ли гранатка какая-нибудь? Адрена? Ну не дает. Граната выходит просто с опен фэгом. Нитро кто-нибудь заберет или нет? Да как так? Не прочекали лестницу. Ну что ж такое квадрокил от Нитро? Три-три. Вот это да. Давненько я такого не видел. Чтобы прям с этой позиции. Да, вот так вот по четверым. Да, красиво. Ничего не скажешь. Кучер что, закупился? Еще один бай от Халл Рейзерс. Are you kidding me? Серьезно? Оскар покупает АВП. Один Галил есть у Кучера. У остальных гранаты и арморы. Что это? Да, значит, все-таки что-то считали, парни. Вот и для этого была пауза. Интересно. А, наверное, по примеру Ренегейс. Посмотри, как Оскар находит симплота в миде. Увы. По примеру-то многих команд, но... Не, ну я имею в виду, что Ренегейс. Я тоже не мог понять, зачем они сделали этот бай. Да, вот помнишь, тогда было. Они его сделали, но по экономике все посчитали так, что в следующем все равно закупились. С поставленной бомбой. Опять же, здесь для Халл Рейзерс важно поставить бомбу. Для того, чтобы их расчет. Да, если была бы бомба, то сейчас мы были бы, наверное, все на девайсах. Возможно. С первыми арморами хотя бы там местами. Да, 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 кстати. Может быть и так. Ну что же, посмотрим, что произойдет сейчас в районе длины. Что-то намечается здесь серьезное. Подтягивается три игрока команды Халл Рейзерс. Ну и ушел сейчас третий хорошо из Литвит для Халл Рейзерс. Но двое остаются. И сейчас Хаешка зайдет просто шикарно. Какой тайминг? Найс, посмотри. Сразу три Халлс Бары улетела в тар-тарары. Лач продолжает сидеть, но тайминг может словить очень плохо. Нет, этим таймингом Кучер не пользуется. Стика умер. Да, Стика умирает. Оскар умирает. Опять же, хорошая возможность выйти на лонг. Но чудовищная реализация, плохие тайминги. Уходят Адрен через дым, находят еще и Зеро. Это тоже какой-то вакейшн. Просто невероятные гранаты от Элайджа. Он даже не стрелял. Он просто дал хаей Молотов и уже минус один. При этом он не знал, что там есть игроки и нет. Это чисто вот опыт тайминги и знания КСа. Кучер 1-4. Тут явно шансов очень мало. 30 секунд до конца раунда засейвит. Ни еще и не убивает. Но какая неудача. Сейчас настигает Кучера. Ну и четвертый раунд подряд за Тим Ликвид. В общем-то, пока что равная игра продолжается. Да, Ликвид вроде бы пристрелялись к моим соперникам. Сейчас еще и Эко будет у Холрайзера. Посмотри, Кучер все-таки не идет на сейв. Он точно идет на точку Б. Понимая, что бомбу для экономики нужно устанавливать. Атака. Нет, все, забрал. Ох, забрал Хико. Но Нитро вышел. Ровно в тот момент, когда Кучер пытался уйти обратно. Ну вы подумайте, друзья. Если бы Кучер поставил бомбу, вот плюс 800 долларов при вафте, каждому Ашер могли бы нормально в этом раунде закупиться. Кучер действовал великолепно. Да, он действовал хорошо. Но, увы, там и по таймингу просто великолепно уже успели стянуться игроки Тим Ликвид. Ну что? Да ладно. Что? Ну, опять покупают, чтобы закупиться в следующем, да. Да, ну в следующем, да, закупятся точно. У Ангела даже есть арморчик вместе с Кучером. Кстати, ты заметил, арморы покупают только украинский костяк команды HellRaisers. Наверное, они выполняют какую-то особенную роль. Хотя я вижу, что на пальме пока трется стиль. Ну, если будут показывать сцену, там тоже поговорим. Кучер сидит по центру. Ангел чуть-чуть, получается, правее от Кучера. Здесь из стороны команды смотреть. Ну и посмотрите, какой зажимчик от Хико. Два минуса от Симплуса ВП. Ну и, в общем-то, заканчивается экономический раунд команды HellRaisers. Нет, подождите, не совсем еще и скала Шустика. Но бомба на другой точке. Она в руках американских игроков. Ну, а также, конечно же, Симпла. Ну, это все идет к 5-3. Ну, опять же, ничего страшного. Обычный счет для второго даст. Да, но сейчас Liquid, откровенно, ну, пользуется вот этой слишком медленной, патовой такой игрой от Ашеров. Действительно, если бы Ашеры, на мой взгляд, действовали бы несколько увереннее и быстрее. На конкретно своих девайсных раундах все могло бы получиться. Но даже этот эпизод на лонге, который Ашеры, казалось бы, заняли достаточно быстро, он дал понять, что Liquid вот в таких импровизационных действиях действуют быстрее сами по себе. Наверное, самое важное сейчас для команды HellRaisers сохранять экономику и чтобы у Оскара как можно чаще появлялось МВП. Поверьте мне, мне кажется, вот только этот парень принесет сейчас вот очень большую пользу команде в атаке. Ну, по крайней мере, такие мысли меня постигают. Потому что нет энтрикиллов, и я не вижу, за счет чего сейчас Ашеры могут их давать. Вот разве что у Оскара вот как раз этот снайпер может сейчас немножечко исправить ситуацию. Два авика по-прежнему. Это очень тяжелый стиль игры против двух АВП, которые прутся и, в принципе, играют неплохо, и у них все получается. Ну, достаточно важно, что Оскар сейчас уже занял лонг, и вот так вот реализовал он свою позицию в яме. Адран умирает. Адран, ну, я думаю, вряд ли ожидал кого-то увидеть в яме, особенно снайпера. Но опен-фраг есть. С другой стороны, Ашеры вот в прошлом раунде своим опеном воспользоваться не смогли. Ну, и сейчас они достаточно быстро и динамично проходят через лонг на точку АВП. Хорош. Ой, нет, все-таки не полетел направо, а жаль. Вот проверить нужно было угол и ящик, но его проверил Кучер. А, Кучер. Не, нормально, да. Все нормально, все нормально. Там, походу, два болота просто летело. Да, один, наверное, на зигзаг, а второй как раз в эту нычку. Да, шикарно. Действует Халл Рейзер с Оскар. Забирает Симпла по инфе от Кучера. Кучер видел пропрыгивающего игрока. Зигзаг он тоже заметил. Это должен был быть минус. Минуса пока не было. Элайдж, более того, забрал еще Оскара. Так, они еще идут выбивать. Посмотрите, Зера здесь битый. Два в три. Ох, какая проблема сейчас у команды Халл Рейзер. Ну, пожалуйста, не отдавайте такое. Господи, что я сейчас увидел? Один на один. Нет, Зера сражается. У Зера все может быть неплохо. Давайте смотреть. Элайдж дает фейк по дефьюзу бомбы. На этот фейк Зера не ведется. Элайдж понимает, что нужно действовать. Наверняка садится дефюзить бомбу. Зера это понимает и все-таки тащит этот раунд. Спасибо Диму и Элайджу, что все-таки он не увидел в этом прыжке прям под собой игрока и просто не убил и не зажал. Да, но давай смотреть глобально. Все-таки вот раунд на защиту бомбы установленный. Ашер сыграли чудовищно в КТ. Вообще после одного минуса никто не смотрел. Хик оттуда вышел, сделал там один минус или два, я не помню сколько. Но напряг очень сильно, напряг команду Холл Рейзер. Все-таки опять насобирали на ВП. Уже понимает команда Ашер, что без этого парня под ником Оскар все будет очень сложно. Так, есть выход, но флешка неплохая залетела по Кучеру. Но он все-таки делает два минуса, кроссовчик. Кучер нитро отвечает. Но Оскар, вот он АВИК. Он просто обязан быть у Холл Рейзер в каждом раунде, в каждой карте. В любом эпизоде буквально говоря. Да, ну и теперь два американца. Ну как два? Один американец, один-то украинец, конечно. Хико и Симпл остались вдвоем. Они должны хорошо чувствовать друг друга. Однажды они даже были подписаны вместе. Но нет, Оскар забирает. Хико, кстати, очень классно реагирует на выпад из него. Просто чех божественный снайпер. Так он даже не чекал, он смотрел в мидл, увидев, тем не менее, модельку. Игрока сразу перевелся туда. И все, сделал минус. Точка Б свободная, инфа об этом есть. Бомба несется туда. Пять-пять. И, кстати, у Ликвид не должно быть денег в следующем раунде. Они там на два Авика очень много потратили. И сейчас, да, у американцев должен быть ЭК, а Шер имеют неиллюзорные шансы выйти вперед. Ну, сейчас посмотрим, все-таки поймают ли Симпла. Хотелось бы, чтобы не оставалось, наверное, команде Hellraiser с соперником девайсов. Ну и, в общем-то, Оскар знал, ждал. И этот парень отметился очередной серией минусов. Минус три. На этот раз до этого предыдущий раунд минус два. Ну и вот как только появился Авик, сразу же моментально меняется ситуация. Счет пять-пять. Очень плохая экономика у команды Ликвид. Ну что, великолепный даст два. Третья решающая карта. Победитель едет на мейджор, проигравший, к сожалению. Грустит, наверное, и тренируется. Грустит и тренируется. Ну, знаешь, вот Ликвидом еще нужно тренироваться. Они все-таки играют не основным составом. Они все-таки играют с новым человеком Симплом, да. То есть им еще можно сидеть и тренироваться. А Шером здесь уже нужно выигрывать. Все нормально. Второй год в поисках. Ну да, на тренинге стою уже достаточно, по-моему. 18-й состав команды. Да, это точно. Ну, пока ЭКО, вроде у Ашер все неплохо. Хотя я не совсем помню. А, они же вторую половину, но там дастик как раз отдавали в защите. Да, потом камбэк. Ну что ж, смотрим, не будет ли сейчас каких-то проблем против пистолетов у Хелл Рейзерс. Нужно крайне аккуратно действовать парням. Собираются выходить длину. Ну и, в принципе, это вроде бы хороший план. Выходит один, второй, третий. Там же бомба. Возможно, Зеро тоже присоединится к этому выходу по длине. Ну и вот остается только Капитан. Частенько Ангелов. Один, плюс четыре. Мы тоже начинаем такую фолновскую фишку видеть. Все чаще и чаще внутри команды Хелл Рейзерс. Ну и Кучер проходит. Осторожно, кстати, даже понимая, что у соперника ЭКО Шер действует очень медленно и планомерно. Ну и результат не заставляет себя долго ждать. Опен уже есть. Симпл, тем не менее, разбирается с Зеро. Четыре в четыре. Реакция от Оскара. Еще один минус. Кучер. Килл по Симплу. Слушай, как же разыгрался Оскар. Как же он сейчас казнит своих оппонентов. Кучер тренирует. Да им на игроках. Команды Ликвид. Ответный выпад от Адрена. Но, потеряв трех игроков, Ашер, тем не менее, выигрывают раунд. Знаешь, что я заметил? Ну, уже это вот третий ЭКО, на котором Ашер, ну, третий ЭКО за матч, имею в виду, а не за карту, на котором Ашер лишаются там трех-четырех игроков. Да, это же вечная проблема. Но самое главное, раундов не лишаются. Не, ну, раундов не лишаются. Это удивительно. 6-5. Может иногда 100 действовать, как ты. Кстати, по поводу вот этого одного фолна, забираю свои слова назад, там вокруг фолна немножечко другая ситуация. Там как раз вся команда работает на снайпера, всегда тимплейная игра, и просто так там никто гулять не будет. Оскар минус Хика. Ну, вот. Боже мой. Ну, ты понял, да, кто тут папка? Да, я-то понял. Я-то понял еще после оверпасса, кто тут папка. В любом случае, Кучер, посмотри, догоняет зигзаг по флешку, имеет возможность сбрить игроков, но нет. Войное укрепление от американской команды. Выход от Элайджа из-под лестницы. Да, выйди. Отлично, отлично. Да, выйди, убей. Ты это в этом кто? Элайдж или Нитро? Нет, нет, нет. Проблема была в том, что один находился над лестницей, второй за лестницей. Он все равно видел эту ногу, и опять этот парень с этой ужасной позицией всех тушит. Ну, спасайте раунд, парни, иначе Оскар вас всех возненавидит. Ты видел, как Элайдж сейчас забрал Ангела? Боже, он вообще не знал, куда спрыть. Последний момент, последними патронами, он переключился на Карася и все-таки своим спреем его добил. Бедолага, Оскар в одиночном времени у него достаточно. Вроде как он уже разыгран, и вот он минус по Элайджу. Достаточно ожидаемо. Самое главное, что на точке никого нет. Оскар мог бы туда пойти. Если бы знал, слышать должен. Чекает тылы. Не слышал. Чекает тылы. Адриан попадает. Юспом должен был добить, но Оскар, боже мой. Даже не дал ему нажать на кнопку. Он просто с вертухи. Машина просто, как второй Симпл рождается. Да, самая главная проблема, что по Оскару Адриан все-таки попал. Оскара 15 хп, это огромная проблема. Симпл последний, Симпл Риппер. В плане Клачера он тоже хорош. У Оскара есть одна. Симпл скушал флешку, но тем не менее идет дальше. Очень уверенно через дым пытается играть. Понимает, что мало хп у соперника. Но Оскар просто ломает всю мораль команде Ликвид. Да что ж ты делаешь, чек-то. Приедешь, просто расцелую. На тренировку перед мейджором, если все дойдет до хорошего и логического завершения. Представь сейчас, вот на секунду. Вот представь, что ты игрок команды Ликвид. Ситуация один в три. По снайперу попали. Все хорошо, инфа по нибу есть. И ты проигрываешь вот такой вот раунд. Представляешь, там Адрин. Сидит просто волосы на голове сейчас выдирает. Он попал с АВП и просто должен был вот нажать на клуб. Три минуса, три минуса на зигзаге сделала команда Ликвид. Ашер оставались при ситуации 2 в 4. И вот на тебе такой поворот. Оскар разыгрался. И сейчас он как чудовище для команды Ликвид проходит по карте. Кстати, заставляю американцев делать еще один эко. Вне всяких сомнений, это один из красивейших клатчей, которые я видел в своей жизни. Леонардо Ди Каприо, судя по всему, и в этом году не получит Оскар. А мы его Оскару отдадим. Ну что, Нитро 15 ХП. Элайч чуть-чуть покоцанный. Но самое главное, что удивительно, но Хелл Рейзерс не испытывает проблем пока что до этого момента особых против пистолетов. Да, теряют игроков. Постоянно большую экономику. Но по раундам проблем все-таки нет. Они заходят. Выход на Б. Из окна смотрит только один игрок команды. Это Хика. Но есть Хелл Па ближе к центру. Зик агрессивно действует. Элайч. И это выход. Это выход на точку Б. Хика вроде как спалил движуху. Открывается под флешку. Но второй флешкой флешит его самого. Ну и, конечно же, Ошер отходит от эффекта этой флешки раньше. Делает два минуса. Ну, это экономически. Самое главное, что на ЭКО Ошер не теряют людей. Ну, по крайней мере, пока они не потеряли никого. Да, конечно, флешка супер. Но вторая еще круче была, которая потушила самого же игрока. По-моему, это не Ошеровская была. И, конечно, печалька. Это... Да, да, да. Это своя флешка была. Да, какой-то шанс даже двоих было минуснуть. Еще и забрать девайс, пока все под флешем прямо слева на воротах стояли. Ну что же, остается один Элайч. Уже выигрывают первую половину Хэлл Рейзера точно. Но вот с каким счетом... Это серьезный вопрос. Было бы неплохо, конечно, Ошерам до 10.5 доиграть. Но я думаю, что у Симпла и его команды сейчас тоже есть серьезные планы. Как-то сравнять ситуацию на карте и спасать. Все-таки для них мейджор прогорает. Домашний, можно сказать, американский мейджор. Кстати, для Симпла мейджор тоже горит. Я так вот подумал. ESL на DreamHack Clujo не играл. Да, он в последний раз был на мейджоре. При том, что он хороший игрок, ты подумай. Еще на DreamHack Winter в 2014 году на ESL играть он не мог. В 2015, играя за команду Халл Рейзерс, тоже в Десайдер матче, между прочим, против Вэкстера. Ошер тогда 2-1 проиграли. Симпл, к сожалению, DreamHack не попал. Сейчас у него есть отличная возможность снова попасть в IronHack для своей команды. Но пока же у нас очередной девайс на раунд. И нитро спреем вроде как предотвращает выход агрессивно от команды Ошер на мидл. Между прочим, дамажит и Стика, дамажит и Зеро. По кучеру попадает. Ну и Зеро и Стика придется не сладко. У них 35 хп на двоих. Да вообще уже придется очень не сладко. Действительно очень много хеллспоинтов выбили из них. Ну и в принципе только какая-то сумасшедшая теперь стрельба моментами может спасти. Ну не то что сумасшедшая уверенная команда Халл Рейзерс в этом раунде. Ну согласитесь, что по идее можно такое легко доиграть. Не знаю, что такие хп. Ну мы-то знаем. А вот знают ли об этом Team Liquid? Вот в чем вопрос. Симпл без авика. А Оскар-то с авиком? А Оскар-то с авиком, да, и он этим авиком пользуется. Забирает улайджа на лонге. Адрена пытается выкурить молотов. Горит, горит. Да, он тратит свой смоул для того, чтобы потушить молотов под собой. Атака промакивается. И здесь для него было без вариантов стрель. В DMC был реализовывать свою позицию в уголке. Но размены заставляется. Браво, браво. Подожди, еще не конец. Подождите, кто там проехает кика. Это был кучер. Отлично. Вот теперь действительно браво. Но согласись, что здесь вот Адрену по идее не повезло. Мне казалось, он должен двоих там на длине в ряд был минуснуть. А он даже ни по кому не попал. Ну, видишь. Жизнь. Штука непредсказуемая тут. Жизнь больно для Адрена так точно в этом раунде. Он сначала смоком хотел отрезать зигзаг. У него не получилось, потому что земля горела под ногами в прямом смысле. Потом вот по лонгу промахнул. Там, понятно, было без шанса. Последний раунд. Плохой бай у Ликвид. У Ашер. Есть отличный шанс выйти на двукратное преимущество после первой половины крепления. Ну, а бточку от Ликвид и такой вот минус от Адрена. Получив дым. Да, Стика, конечно, расстроен. Мы просто его прочекали в дым моментально, в его позицию, с одной пулей, с первой. Это, конечно, круто в исполнении Ликвид. Но, опять же, мы очень много раундов видели уже в меньшинстве от Хелл Рейзерс. И Оскар-то жив. Да, и Оскар пока жив. Вот у тебя уже понимаешь, если Оскар жив, значит, всё нормально. У Ашера ещё не всё потеряно. Это правильно, потому что у Оскара игра идёт на второй, на третьей карте. Не вспомню, как на первой. Первую в целом Ашер сыграли не очень хорошо. Ну и сейчас они собираются выходить в точку Б. Точка Б, контриться с Симплом и Хико, если я всё правильно вижу. Да, момент истины. Оскар, идёт. Прочекают ли Хико? Вот в чём вопрос. Хико? Нет, не чекают. Он, кстати, более того, по флешку своего тиммейта очень хорошо выпадает. Делает два минуса, но его тиммейт, к сожалению, для команды Ликвид ни одного минуса не сделает. Так, спешить нельзя. Двое в туннеле, один за воротами. Оскар, спасай ситуацию. Спасай, родной. Но только одного, конечно, сейчас было очень тяжело. Нужна бомба. Хотя зачем? Это последний раунд. Иди убивай Кучер. Хороший, может быть, Молтов. Но тайминги плохие. Тем не менее, Адрен, попадая по Кучеру, оставляет ему 27 хп инфа. У Нитра есть о количестве хп у его оппонента. Великолепный минус от Нитра, и это 9-6. Но шансов здесь, на самом деле, для Кучера было немного. Вот после того, как по нему попал скаут, всё. Ну да, его мог бы спасти хатчат, но инфа была, позиция тоже была у Нитра. Да, Нитра же потащил. Да. Да-да-да, у Нитра была хорошая позиция при выходе из туннеля. И у Кучера шансов здесь, правда, было немного. Но 9-6... Как будто мы смотрим 1-6. 1-6. Да, атака, берёт 9 раундов, вот такие обычные счета сейчас. Ну, видишь, вот проблема в том, что я-то 1-6 не смотрел. Эх, да. Много пропустил? Да, я в курсе. Записи на Ютубе есть. Хотя, опять же, сейчас совершенно другая история. Ну и, в принципе, можно хорошо и неплохо защищаться на втором Дасте, но получится ли, дадут ли это сделать им Ликвид команде Хлэйзерс. Ну и самое главное, это начало второй половины, пистолетный раунд очень многое решит. Посмотрите на Симпла. Он внизу, не турнирная таблица, но внизу списка по фрагам. Ну, не характерный для него счёт. Я пару раз наблюдал, конечно, такое, но... Хотя, учитывая 12-11, 10-9-8, то, в принципе... Слушай, а, да, вот с этих позиций нормально, да, Симпла можно понять. Он просто поддерживает, как это, перфекционизм счёта, да, вот такой... С другой стороны, Зеро пока что немножечко упадает. 5-2-11, зато Оскар 24-8. 20 фрагов за сторону очень хорошо поработал. Оскар вообще не контрится. Даже когда на него двое открываются из Тёмки, он как минимум одного заберёт. Вот если бы ещё в последнем раунде, там, на уверенности вышел, шлёпнул одного, там, отошёл, срифанулся и второго, это было бы, конечно, фантастика. И 10-5 был бы просто замечательный счёт для команды HellRaisers. Но сейчас команда Liquid, конечно же, Симпл вместе с ребятами попытается чем-то ответить, собраться и в итоге попасть на мейджор. Ну, а HellRaisers 7 раундов. 7 раундов до мейджора. Ох, я не думаю, понимают это лучше, чем мы. Всего лишь 7 раундов. Казалось бы, всего... Анкел уже дал урон. Дал патрону. Минус 16, да, минус 16. Оскар очень агрессивно идёт, сжать зигзаг. Но Нитра к этому готова. Не первый раз. HellRaisers действуют подобным образом. И Оскар уходит обратно. Ну, по нему, к счастью, не попали. Он имеет возможность уйти. Ну, и пока это просто безобидные стычки. Бомба ушла на длину. И там уже три игрока атаки. В принципе, в Адрен тоже не так далеко. Возможно, какой-то сплит разыграют ребята. Ну, что же. Длина. Стика. Видел ли? Ну, сейчас уже точно видит. Одного, второго. Молотов. Ну, и посмотрим, как пойдёт перестрелка. Пока Стика не выходит. И в последний момент делает минус по Нитра. При этом Адрен красный. Хика также отлетает. Симпл единственный, кто имеет фулл ХП. Но ему это уже не поможет. Все-таки нужно делать пять пилов из блока. Это, увы, маловероятно. Стика магична. Как он стреляет с Успа? Это просто магия какая-то уличная. Почему как-то я беру Успа? У меня так не получается. Всё в голову. Всё с патрона. И просто фантастически. Просто фантастически. Я, кстати, поэтому с Юспом вообще не бегаю. Я тоже. Ты когда начинаешь, вот знаешь, на тебя выходят, ты по туловищем стреляешь, каждому сносишь по 10 хп и всё. Прицел уже в потолке. Где-то обитает. Ну, конечно, здесь играют настоящие мастера. Ну, а на самом мейджор там, конечно, начнётся настоящий рай. Либо ад любого ксера. Это уже решайте сами. Аркада, бплэнта. Там один игрок в точке. Зажимает Зеро. Патроны заканчиваются. Он уходит на релот за иксом. Однако, ликвид действует медиа на это возможность для Зеро зацепиться. Он за эту возможность под ассист Оскара цепляется. Нитро один. Но, по крайней мере, это был полный катликет или всё-таки нитро? По-моему, был полный. Это всё-таки второй пистолет для Хлэйзерс. Стика, конечно... Четвёртый, да? Вот вторую и третью карту. Они забирают себе пистолеты, получается. Если я ничего не перепутал. Да, Стика взял в прошлой карте две пистолетки. Сейчас берёт, по крайней мере, первую не помню, но сейчас снова берёт пистолетку. Ну, в общем-то, великолепно. Ну, с пистолетами, да, всё хорошо. С учётом того, насколько пистолетки в CSGO важны соревновательным, вам пистолет на раунд дарит, по сути, вот три. Да нет. Всё-таки не три. Всё-таки это не 1,6. Да, потому что эти форсы, это вся сумасшедшая штука. Эти форсы, да, но в большинстве случаев. Эти фармганы, которые могут больше денег принести, это немножечко всё-таки облегчило и, наверное, уменьшило важность пистолетных раундов. Но в большинстве. Да, нет, согласен, конечно, абсолютно согласен. Лучше брать пистолетки, чем потом пытаться как-то камбэчить, понимаешь? В любом случае. Пока, да, 11,6. Ещё один эйк от Лики. Двукратный эйк, что Ашер должен наигрывать. Оскар даже видит какую-то движуху под мостом. Но нет, оттуда американец просто уходит. Ну и Ликвид, вновь играют Мели. Но, правда, пока вот, на чём основана их задумка на пистолетку, я не знаю. Сейчас у них позиция как будто девайса на руках. Ждут поджимы. Пока что ждут поджимы, собирают какую-то инфу. Может быть, на самом-то деле, ребята в данный момент общаются между собой. Хотя, в принципе, есть пауза, насколько это необходимо в данный момент. Вот, знаете, кто-то пошёл на поджим. Вот ждали, пришёл кучер, пришёл ангел. Ну, но самое главное, что они с минусами приходят и вообще заберут, наверное... Нет, ангел красавчик. Ангел красавчик. Да, у Хика 41 хп здесь... Вообще, да, у Стика ещё инфа. Есть, таки, наежку. Добивает. Последнего открывается. Ещё один минус от Стика. Вот кто бы мог подумать, что после первой карты он так включится. Только хотел сказать вообще. Да, конечно, он должен был, ну, начинать там делать какие-то киллы, но чтобы так. Но чтобы так раздавать на оверпассе. И потом на третьей карте тоже показывать игру. Оскар на кэше тоже действовал довольно посредственно. На оверпассе он включился. На дасте тоже включился как-то. Да, ну там первая половина первой карты была просто беда и печаль для этого парня. Да и вообще вся первая карта, в общем-то. Да, вся первая карта, да. Там тайм-ауты не брали, даже на неё просто забили. Ломобот берёт в руки... На агрессию туннель смотрят. Тут пуш невоверный. Есть минус от Ангела, есть минус от Зеро. Забрали Оскара, к сожалению. Выпал, видимо, Зига, да, и вот нарвался на хэдшот. Без снаймера. Да, Стика, опа, забирает Нитро. Вроде ситуация была двоякой. Три в два у Ликвид Були фулл КП. Ангел и Зеро красные. Но очень важный, ну, нельзя сказать, что ключевой, но важный минус от Стика. Подожди, длину не контролирует-то уже Кучер. Но он всё это прекрасно понимает. Даёт флешку, ну и теперь можно нарваться на выстрелы Адрена. Да, четыре в два классное преимущество. Вы понимаете, да, как-то быстренько всё может... Ну, Стика зря, зря выходил через зигзаг. Так, конечно, Адрена Тим воспользовался, но Кучер как подловил Адрена. Хико дал размен ситуации 1-2. Хико должен этот раунд вытащить. У Ангела 12 хп, у Зеро 10. Хико такое не отдаёт. Чё они пошли вдвоём выбивать вообще? Извините меня. Ну ладно, давайте досмотрим, конечно, этот эпизод. И ещё сейчас... Ой, какой момент. Здесь самое главное сыграть синхронные вместе. По Хико попали. 87 хп. И он видел только одного. Да, Хико сидит, тянет время, открывается. Ну как, постреблён, проседает. Подпускает игроков команды Call Raiders. Всё ближе и ближе. Десантируется в КТ. Ну и это возможности. Да ладно, 2 хп. Хико всё-таки тащит. Нет, он должен был. После того, как его отпустили с плента, он должен был этот раунд на самом-то деле вытащить. Времени там уже практически не было. Вопрос здесь в другом. Хико очень сильно фейлил. Он мог бы похоронить Ашер. Ещё и вот там, на парапете, над КТ. Ашеры подошли в упор. Но этим воспользоваться они не смогли. Хико сначала был килл по одному, потом его ещё и отпустили. Раунд 2 в 4 вообще. Там вот этот же эпизод надо обсуждать. Да, сначала Стика, который отдался в зигзаге. Зачем? Подожди тиммейтов. Откройтесь и выбейте плент синхронно. Нет, он решил открыться. Адрен его забрал. Ну, так, странно. И вот снова, снова агрессия от Халл Рейзер, с которой ликвидами контрится. После первого минуса две ответки влетело от Лайджа. Отличный спрей. Я просто понимаю, насколько был важный сейчас раунд. И лишь бы это не выключило команду Халл Рейзер. Сейчас бы 13-6. У Ликвид там нету, возможно, денег. Там почти 14. Да, это была почти игра сделанная только что. Просто возьми ты тот раунд 4 в 2. Ого, ладно. Главное, чтобы сейчас Халл Рейзер про это много не думали. Потому что сейчас может сойти 8-й Ликвид. Ну и, в принципе, по-моему, там у Халл Рейзер тоже не всё хорошо по деньгам. Вот-вот всё это дело и закончится. Да, тяжеловато будет. Ну и, может быть, это начало какого-то камбэка тут. Возможно. Вполне возможно. С другой стороны, в этом раунде Лайтш красный. В одного игрока преимущество усугубляется. Симпл перестреливает Ангела. Ангел вышел с префайером. Казалось, всё правильно делает. Но всё-таки Симпл каким-то чудо-образом сделал. Этот минус 9 ХП Лайт. 6 Симпл. Вроде бы и 2 в 4. Но, может быть, сейчас парни зажгут. Ответят за предыдущий. Таким же 2 в 4. Может быть, и ответят. Но будет непросто. Действительно, будет непросто. Хотя, Зеро по-прежнему на Б. Здесь вопрос в другом. Куда же пойдут Ликвид? Ликвид через Титаник. Бомбу несут на Б. Да, это будет выход в этом направлении. Так, шорт. Будет война. Так, и Оскар. Отворачивается от Лэшки. ХАЕшка летает. И он делает минус. Правда. По лоу-хиповому Симплу. И сейчас всё зависит от Зеро. Сможет или не сможет. Позиция у него... Двоих бы цепануть. Первый красный идёт. Да ладно. Дружище, что ж ты делаешь? Патронов очень мало. Скоро 7. Нужен хэдшот. Нужен хэдшот. Да, Зеро справляется с этим. Брёт руки. Пистолет. Оскар на саппорте. Как хорошо. Просто браво. Прекрасно понимал, сколько у него оставалось патронов. Нельзя было ещё одну зажатку раскручивать. Симпл просто в шоке. Бывшие тиммейты очень близки к мейджору. Но... Вот ты сейчас ванганул. Вот будет ли ответка 2 в 4? Будет ли месть от восставших из ада? Да, будет месть. Вот она месть. Просто Стика и Оскар очень хорошо разыгрались. Мы видели эти позиции битых. И... Ну, Оскар мне вообще очень нравится. Насколько парень почувствовал в себе сейчас уверенность. И вот если всё-таки они пройдут, если всё получится, ну, команда может расти. Потому что я какое-то чувство неуверенности вот как раз... В общем-то от команды. Да, но там был не Стика, там был Зеро. Ну, если ты вот... Ну, Зеро, да. Да, да, да. Ну, Зеро, конечно, вот при том же... Ну, Зеро позиция наичка классная. Да, да. Да, при том, что он зафейлил в начале, забрав вот первого лохипового игрока. У него было 7 патронов. И вот я сразу подумал, да, в голове. Сделает этот минус? Всё, раунд будет взят. Нет, нет. Он его сделал с 7 патронами, без позиций. Он был зажат. То есть на него в префочем открывались. Он это сделал. Так и Оскар уже в этот момент, там, когда началась перестрелка, я сейчас вот либо услышал, даже раньше он уже спрыгнул с пароча, пошёл в центр и так быстро оказался на хелпе, что просто чётненько закончили раунд и вовремя просто добил спину, когда уже убивали его тиммейта под ником Зеро. 13-7. Понятное дело, невероятно сложная ситуация. У Ликвид сейчас нет экономики. Отдаёшь этот 14-й. Ну, тут, наверное, нет смысла что-то покупать. Ну, а дальше просто стащить с болью. При одной мысли, что у твоего соперника какие-то два раунда, возможно, уже останется на тот момент. Вот это вот, конечно... Развалил. Это не первый момент. Тут ещё один такой будет. С этой же позиции, под этих же ступенек. Два раза неплохо принимали команду Хлэридер. Да, здесь повтор от стика. Вот то, о чём ты и говорил. Отличный пистолетчик. Пистол Кинг. Может быть, он заберёт корону Эдварда. Ещё подлиннее ещё постреляет, смотри. Ещё и подлиннее. Оп. Да, да, попал по Синку 72 оставил. А, хорошо. И добил его. Красиво. Красиво. Минус три от него, минус два от Оскара. Ну, и вот этот момент, конечно, печальный от Хлэридерс. Согласитесь, классно сыграл Хика. Хотя, с другой стороны, мог и лучше. Но где-то и Хлэридерс могли и лучше. Ну, вот. Да, он пропустил Зиг. Он мог отдаться. Реально мог отдаться двум лухиповым игрокам. Притом, что, ну, казалось бы, просто возьми их и прими в Зиге. Да, он сидел. Но Ашеры. Вот Ашеры, да, могли бы сыграть получше в этом эпизоде. Ничего не скажешь. Но все-таки вот этот клатч в ответ, он просто зашел как никогда вовремя. Если честно, я и не рассчитывал. Но парни-молочаги. Да, конечно, стоит сейчас собраться. Видна напряженность, конечно, на лицах. Ну, только Симпл расслаблен. А вот менеджер просто немножечко, по-моему, волнуется за свою команду, общается с ребятами. Не знаю, что он им сейчас советует. Не могу читать по губам на другом языке. Тут все зависит от того, какой менеджер. Знаешь, вот есть такие, которые врываются. Там, вспомни прошлое, давайте, парни, соберитесь, вы сможете это сделать. А вот мне кажется, им такой сейчас и нужен пацан. Ты думаешь? Который бы на них покричал и сказал, что вы делаете? Соберитесь! Так а что, они все же правильно делают. В этом и проблема. Им нужен тот, кто мог бы как-то их подстроить под игру Hellraiser. Потому что, вроде, у них с моралью все неплохо. Они не могут контрить Hellraiser. Ну, знаешь, тут на самом деле не все так просто. Они не могут контрить АВП. И, вроде бы, играющая команда должна знать, как с этим справиться, но не всегда. Именно в CSGO даст иногда сводится к какому-то доминированию, доминированию снайперов. Причем одной и второй команды. Не знаю, мне кажется, Сашке надо дать авик, и все закончится. Ты думаешь? Ну, теперь уже по экономике тяжело. Сейчас по экономике тяжело. Да, один сейчас экономический раунд Ликвидом сделать придется. Для Ашера это должен быть 14-й. И там тоже не факт, что хватит на два авика. Как по мне... Нет, два уже все, забудь. Вообще забудь. За атаку сейчас, да. Ну, и как по мне, реально, что сейчас могло спасти команду Ликвид в атаке, это ВП Симпла, который бы со своей хорошей реакцией. Ходил бы, давал им три киллы, играли бы медленно. И, в принципе, это все могло получиться. Да, там у Оскар, но Симпл не хуже. Однозначно. И, в принципе, вот такая же ситуация с ВП, может спасти команду Ликвид. Тут как Ашеры начали камбетчить по раундам и набирать вообще большое количество оборотов, когда появился Авик. Вот сейчас то же самое. Может быть, как-то получится у Ликвид, но вы видите счет, вы видите экономику. Хэв фан. Хорош, Стика. Хэв фан написал своим соперникам. Да, действительно, вот сейчас Десайдер матч, да, за выход на миллионный турнир. Он говорит, хэв фан, играйте в удовольствие, друзья. С соперника нет денег, они понимают, что вот победа близка у Хелл Рейзерс, и на тебе хэв фан. А вот удачи не пожелал, ты заметил, никто никому ГЭЛ не написал, только хэв фан. Пацаны, не расстраивайтесь. Вы сейчас выберем, но вы веселыми будете. Тонко, тонко. Ну что же, на мидл выход есть игрок в КТ РСП, это Кучер. Он просто шикарно действует на этом чемпионате. Надеюсь, я его сейчас не зачерюю, и все будет хорошо. Ну, либо Симпл с парнями придумают какую-то хорошую раздачу. Может быть, пока с Маком забирают КТ, выход в четвером от команды Ликвид. Они, да, они зафорсили. Зеро прощекал мид, ушел обратно. У него, слава богу, не зафорс. То, что Кучер тоже может помочь. Зеро, да, делает опен. Однако Ангел ровно, как и Зеро, отлетает. Точка Б занята, оборона точки Б прорвана. Кучер, увы, никак не сыграл в миде. Наверное, не надо было там топить. Надо было по пульке, скорее всего, в такой ситуации. Кого-то хотя бы одного забрать, вот Кучеру. Это, посмотрите, какая просто печаль происходит. Фантастический, простой раунд. Вроде бы придумали Ликвид. Два дыма в КТ РСП, заходим с тейками, и все получается. Ну что, 3 в 4. Хеллрейзерс, отлично Адрен действует. Вырубает стика. Ну и тут уже очень тяжело. Хотя, подождите, Кучер. Ну нет, все, 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 сей. Да, Симпл действовал очень агрессивно, но времени нет. А тиммейт уже убежал, там Оскар Савика, может, далеко-далеко. А тиммейт убежал. Ну да, Ашар уходят на сейф. Ну, 13-8. Молодцы, Ликвид, тайм-аут пошел на пользу. Не сделали форс. Решение-то было, я думаю, ты со мной согластишься, очень-очень рискованное. Все же, с экономикой-то влаги, да. Но нет, они побоялись, все, подловили Ашар на ошибках. И 13-8. Вообще, такой классный раунд тут потели, Ликвид. Просто молодчаги. Если честно, я уже, вот даже в это не верил, думал, что сейчас Хлорайзер с такими моментами уже справляются. Так, может, вообще с теками будете гонять по карте, Ликвид? Вот и Абик, но у Адрина. Хорошо. Снова, снова у Адрина. Ну, вообще, по-моему, звезды здесь, я с тобой вообще соглашусь, звезды здесь сошлись так, что Симплу нужен Абик. У него с калаша не идет, он не может. Он идет в минусе, Симпл в минусе. Он видел троих, что ли? Хорош, Оскар, просто на полном морозе. Да, Лейнфу, да, стоит. Вышел и стрельнул. И он еще поближе подошел. Ну, просто все великолепно для Хлорайзерс. Так, посмотрим, что придумал Симпл. Чем он ответит со своими тиммейтами. Очень ненужный был минус, учитывая то, что вообще там у Хлорайзерс, у них там МСК, АВП, Диггл, Усп. Вообще все плохо по девайсам. Ну, и как-то вот они еще попытаются этот раунд спасти. Если они его выиграют, это будет вообще неимоверно круто. Ну, сейчас Стика выйдет на лонг, соберет инфу. Увидит там одного, двух, а то и трех игроков. Увидел только одного Нитра. Ясное дело, среагировал на Стика, забрал его. Ну, теперь у Ашара есть инфа. И посмотри, как быстро они стучки растягиваются. Все втроем. Оскар, нужно спасать положение на Оскар. Боже мой. Слишком широко вышел снайпер. Если честно, по-моему, он только что просто подпортил момент своей команде. Мог хотя бы одного забрать. Отойти в каттер и спаун. Уживых остаться. Не, ну, два выпада на лонге, на трех игроков и ни одного кила. Ну, это маловероятно само по себе. Вот какая вероятность, что ты, выпадая дважды на трех игроков, ни разу никого не заберешь. Какая вероятность того, что вообще в этом матче Оскар промахнется два раза, ожидая соперника. Ну, первый раз ожидая, второй раз уже делая выпад. Ну, это, конечно, тут звезды действительно сошлись в этом раунде. Причем тяжелые раунды пошли для HellRaisers. Начинается вообще просто сумасшедшая игра. Но мы все это ожидали, что так и будет. Мы ждали допов здесь. И мы понимали, что это будет колоссально напряженная игра. Но у Ашеров был шанс набрать там 14, набрать хорошую экономику и быть очень близкими к победе. Да, ну, все-таки овертаймы загнул. Пока давай не пугай зрителей. Здесь нас тоже не пугай овертаймы. Кстати, сейчас, что хотелось бы отметить, три игрока. Да, то есть вот помимо Оскара и Кучера, или не Кучера, не, Кучера, делали Эко. То есть сейчас бай будет у всех игроков. В том числе два девайса еще и засейвили. Это хорошие новости для HellRaisers. Они не делали опрометчивых решений в прошлом, да. То есть при том, что двух девайсов они могли бы отыграть. Ну, могли бы, да, в каждом году. Но сейчас, если, конечно, выиграют раунд и еще не дадут поставить бомбу, это просто шик для HellRaisers. Но тут, конечно, в первую очередь думаешь, лишь бы вообще выиграть раунд, лишь бы вообще сделать свои фраги. Нет, посмотрим. А тут быстро начинает работать ликвид сплит на Б. По-моему, вовремя заходит. Но посмотрим, что по стрельбе получится или нет. 5 на 2 будут давить Б-плент и успеет ли Хелпа на помощь. Вот в чем вопрос. Успеет ли Оскар там в окно не пустить. Ангел действует очень агрессивно. Вываливается на мидл, делает минус. Два размена влетает от Лайджа. От Хика и Лайдж также забирают еще Ангела в спину. Оборона точки Б прорвана. Оставшимся в живых игрокам Стика и Оскару можно уже уходить на сейв. Бомба будет установлена. Выбивание здесь не вариант. Это 13-10. Какой-то простой раунд. Была у Ангела, что игрок будет сзади. Не понял, почему он раньше не развернулся. Но, видимо, не знаю. Либо все-таки плохая инфа. Либо ожидал увидеть перед собой побольше игроков. Минус от Оскара. Симпл по-прежнему там ищет своих оппонентов. Уже понимают, конечно, ликвид, что соперник сохраняет девайсы. Десятый для американской команды. Посмотрим, что будет по экономике и сколько засейвят Хлэрезерс. И вообще, что сейчас получится. Очень четко, рискованно сыграли ликвид. Сплит Б в нужный момент заходит. Да, очень хорошо. Ну, им-то же точно, на самом деле, в том моменте, что в миде никого не было. То есть из миде им никак не могли саппортнуть. Вообще, вот три игрока, Ашер, они находились на точке А. Два в лонге, да, один игрок в тексте. Если бы никакого там саппорта, он бы не отмахнул. Оскар. Вот если бы вышел Адер, он бы его убил. Если бы сразу бежал бы там в спину. Было бы, конечно, вообще печально. Потеряли БВП. Оскар снова промахнулся. Вот только что он должен был убивать игрока там, который на него выходил в спину. Который душил его тиммейта. Он не попадает с длины. Вот что меня настораживает. Третий промах подряд, казалось бы, в простейшей ситуации. Но не вовремя Оскар начал выключаться. Знаешь, ну, бывает спад у любого игрока во время матча. Но сейчас это крайне не вовремя. Однако, сгал-рейзерс делают байк. Хорошо, у Оскар. Да, но если бы поймите, правда, хорошо. Эти лиги играют с Лайджем. Посмотри, как они вдвоем должны саппланы. Начинается быстрая игра от команды Ликвида. Они пытаются играть и преспауном, и сплиты заходят. Сейчас вы на лонг вышли. Стика, наверное, все-таки не уйдет. Нет, ушел. Ну, в общем-то, ситуация, видите, 4 в 3. Красный Стика. Ну, и, в общем-то, замечательно. Только Оскар, может быть, как-то это дело и спасет. Пошла перетяжка под B-плэн. Там вообще никого сейчас нету. Только находится Зеро с пистолетом. И то он уже на мидл переместился. Да, смотрит на мидл. И, по-моему, т-спаун никто не видел. Потому что на B-точке движут по-прежнему никакой нет. Оскар должен все-таки смотреть скатеры спауна, пробегающих на B. И, может быть, по кому-то и клацнет по одному. Но все равно эта бомба-то зайдет. Зайдет. Ну, по крайней мере, инфа будет. А так инфы не было. Ты туда вроде Зеро истягиваешься. Пошел Зеро смотреть. Да, но слишком поздно. И туда, и Ликвиды уже выходят. Благо, будет для Зеро хотя бы один минус. Но он красный. Вряд ли ему дадут сделать... И он еще и Флэнт пришел. Привет от Молотова. Ставится бомба. 2 в 4. Шансов нет. И это невероятный пот от Ликвид. Что они творят? Бомбкерри еще и фейк дает по установке бомбы в первый раз. При ситуации даже 4 в 2. Насколько Ликвид действует осторожно и неаккуратно. Ну, а Шер третий, по-моему, раунд подряд уже уходит на сейв. Ну, я не говорю, что это плохо. Просто подмечаю сам этот факт. Пока Шер не могут контрить быструю игру от команды Ликвид. Да, и вот ты спрашивал вообще за счет чего. Вот, пожалуйста. Вот она пауза была у команды. Ребята там пообсудили. И что после этого тайм-аута начало происходить? Да, но все-таки тайм-аут был действительно тактическим. То есть стиль игры своей Ликвид не обменяли. И пока это действительно работает. Ну, а Шер, я думаю, вот после... Ну, уже и сейчас, в принципе, они должны сделать выводы, да? И пересмотреть концепцию обороны в точке Б. Ну, как-то действительно. Тут даже уже команда Ликвид не ждет никаких топоджимов. Они сами пытаются работать каким-то сумасшедшим первым номером. Реально очень быстро играют. И, может быть, эта скорость останется сейчас в действиях команды? Мы посмотрим. Здесь очень не хватает контроля Меда. Как по мне, на самом деле, Оскар в миг зашел бы хорошо. Его бы тогда смотрели. И сплита никакого не получалось бы. Ну, что же, по очередной экономически от Хелл Рейзерса, конечно, есть ВП, который засейвил Оскар. Счет 11-13. И все идет к тому, что могут и 12-й забрать им Ликвид. И уже у них очень хорошая будет экономика. Но в этот момент Кучер провзвенил где-то Адрона в районе длины. Ну, что же. Хорошее начало. Да, в ассисте с Ангелом. Симпл тем временем со своим тиммейтом выходит в точку Б. Зер из машины реализовывает свою позицию. Делает минус. Лайч открывается на префоче. Для Зерра шансов здесь было немного. Да, Шерр наигрывает численное преимущество. Но Ангел и Кучер красно. Подожди, бомба сейчас может не пройти. Либо спиной смотрит вниз. Минус бомба. Отличная инфа должна быть. Ого, вот это поворот. Посмотри, Саша. Симпл не прочекал с правой. Попал, попал Оскар. Еще и по своему оппоненту Хика. Однако на выходе с пистолетом в руках он затупил очень сильно. Да убивает сейчас Хика в спину. Нет, он уже смотрит в спину. Если поставит Кучеру хэд, это будет просто фантастика. Лайч минус Ангел. Что происходит? Сейчас убьют и Кучера. Это просто жесть. Зачем ты полез, Оскар, добивать своего оппонента? Зачем? Посмотри, на Стика тут же влетает хаешка. Хика ждет от него выхода. Но Стика справляется. Какой хороший хэдшот. Более того, по Элайджу он тоже может ваншотнуть. У Элайджа всего лишь 13 хп. Ну что, потеряется Стика или нет? Лайч открывается с верхней темки. Стика смотрит в этом направлении. Бомба тоже там. Барабанная дробь, дамы и господа. Момент истины. 13 хп у Элайджа. Да просто одну пульку. Одну и все. И все. Вопрос закрыт. Все, спалился. Да ладно, 21 остается. Да что ж такое происходит? 28. 27 секунд. Стика продолжает прятаться за ящиками. Видит своего оппонента. Элайдж манцует. Открывает широко. Стика чекает его. Но попасть пока по оппоненту не получается. Элайдж начинает действовать. Времени не хватает. Стика настреливает. Все еще промахивается. И лааааааа. Это жесть. Это может быть раунд ценой в мейджор. Не знаю, друзья. Посмотрим, что будет дальше. Но реально это... Это... Я даже не знаю, как это назвать. Позовите Слэма. Он назовется своими именами. Срочно. Вообще, там был вариант уйти, по-моему, за стену. Вот на Титанике. Если бы он зашел на стену, да. И мансовал, ну, чек вон. Все могло быть. Этот момент очень много можно обсуждать. Там была куча различных вообще всех вариантов этой ситуации один на один. Но в итоге нужно было просто попасть одну пулю по 13-хилсовому сопернику. Одну. Одну. И не выцеливать там его голову. Вот эту. А сесть и прямо просто смотреть. И все, что нужно было. Но, видимо, не было такой инфы, что битый боялся. Давай не будем заострять на этом внимание. У нас очередной девайс на раунд от Ашер, который они начинают с опенфрага. Кучерок обеспечивает килл. Опять же, по Костелеву украинский игрок отлетает. Так, ну что же. Оскар последний раунд играл очень плохо. Поэтому теперь за все более он должен реализовываться. Но либо команда Ликвид очередной раунд сумасшедший нам подарит. И сравняет счет в этом матче. Это уже будет заявка чуть ли не на победу. Потому что экономика уже очень крутая. Лайч может найти Ангела. Он его находит в итоге. Ангел пытался занять ящик, но не получилось. И очередной сплит на Б может реально сработать. Минус на ровном месте. В точке один игрок за Иксом мансуется. Это Зеро. И, знаете, я ему не позавидую сейчас. Помощь не может прийти. Но самое главное, что не пошли сейчас сплитом быстренько. А что по дымам вообще? Две флешки, две хаешки молотов. Их нет просто. Нормально. Но, к счастью для Зеро, все игроки команды Ликвид решили открываться из одной точки. Из верхней темки. При том, что Оскар где-то на халпе он может стянуться. Если Зеро сделает два минуса, для Шер все может быть хорошо. Но Ликвиды тоже действуют осторожно. Девует молотов, Зеро выпускает. Ну и вот в таких ситуациях, да, у игрока на Дэнс уже шансов нет. Нужно было в темку смотреть изначально. Ну как-то там, может быть не смотреть. Ну действительно неудачный эпизод. Да чекать хотя бы. Вообще неудачный эпизод для игрока Холл Рейзерс. Ну может быть он боялся чекать, потому что там его остальные тиммейты были очень далеко. Ну и на ровном месте забирается раунд команды Ликвид. В меньшинстве, ребят, 4 в 5. Они это сделали, потеряв Симпла, вытащили и спокойно зашли. Команда Холл Рейзерса уже сейвит. 13-13, господи, что происходит? Что за игра? Это камбэк от американцев. Ведь давай, ну не будем заотрять внимание только на Холл Рейзерс. Нас уже критикуют очень сильно, что мы сидим и топим. Американцы дают камбэк. Они делают это красиво. Мы за Симпла топим. Но, ребят, если вы будете вот такие вещи нам писать. В принципе есть англоязычный стрим. Всем советую, фанатам команд из США. Ой-ой-ой-ой. Это моя любимая такая позиция. Какой ты вот нелиберальный человек. Я думаю, любой тебе из киберспорта должен сказать. Да, комментатор, конечно, должен быть толерантным, все хорошо. Но все-таки свои игроки, свои ребята, знакомые. Ну, нет, к чему это я? Симпла любим, обожаем. Хорошая у него команда тоже. Не, я даже не об этом. Я о том, что Ликвид и камбэк дают красивый. Очень красивый. Не то, что там Ашера сливают. Очень красивый. Ну, Ликвид камбэчит хорошо. Тайм-аут. Ну, вот тайм-аут дал возможность им перестроить свою модель атаки. Не стоит действовать агрессивнее. Сколько? Шесть. Агрессивно? Да, я не знаю. Нам вот, может быть, ключ оттаптам сейчас или попозже. И мы увидим, сколько подряд. И лайк открывается очень агрессивно. Но Оскар этого ждал. Очередной опен от Хлэрайзерс. Да, ангела врага спорили. Под него откидывают молотов. Заставляет его отойти немножко подальше. Еще и флешка. Кстати, уже в очередной раз Ашер получают энтри. Не могут этим воспользоваться. Они постоянно сливают эти раунды. Ребят, 13-13. У Хлэрайзерс все равно там туго по деньгам. Им очень нужен сейчас раунд. Походу, Ликвид будут до конца играть оружейки. Есть минус от Ангела. Еще один не прошел. Симпл его забирает. Он 12 хп оставляет ему. Кирилл Карасев стика где-то потерялся от нитро. Ну и посмотрите. Еще есть все шансы у команды Ликвид. 3 на 3. Красный Симпл. Но можно потащить. Можно потащить. Ликвид же через Титаник полностью уходит. Через Теспаун они будут перегруппироваться для выхода в точку А. И, кстати, Оскар все это спалит. Он контролирует медсайвиком. Более того, он забирает еще и нитро. Отличный результат. Правда, получает ответку от Симпла. Вот тот самый Костелев, который, играя с АВП и делая минус по Оскару, тут же обратно берет калаш. Не знаю, правда, насколько это оправданно. Но у Симпла всего 12 хп. Да, ситуация нервная. 30 секунд до конца раунда. Разделились игроки Хлэйзерс. Один плюс один играют. Один в плэнте А и второй просто в плэнте Б сидит. Ну и, конечно же, выход идет на точку А. Там Кучер. Ну что же, посмотрим, что нам покажет Кучерок. Эмилия Кунтов разрулит. Первого забирает без варианта. Вешает хэшот. Его пытаются как-то отогнать. Да, флешка плюс хэшка. Кучер отходит обратно. Не дай ему ставить бомбу. К сожалению, все-таки она пройдет. Хика. Хотя там, по-моему... А нет, а там и не так важно. Да что, там 5 или 6 раундов Ликвид подряд вообще взяли. Там них по деньгам все должно быть хорошо. Хотя игроков теряли. Вот игроков теряли даже на эко своего соперника. Но важный момент. Ашер американцы вперед не выпустили. О, денег тут хватит. 6, 7, 8, 7. Только у Симпла 2 600. Но и на самом-то деле, вот после этого момента, и если не поставить бомбу, то в принципе можно такой плохой бай иметь. Я говорю о команде Ликвид. Давайте, парни, покажите. Покажите нам дополнительное время. И так далее и тому подобное. Все мы были к этому готовы. Были. Были. Да, ну и еще, ребят, опять же, по поводу того, за кого болеем. Мы болеем за Na'Vi, за наших ребят, команды, которые базируются в СНГ. Конечно же, за Flipside, конечно же, за Hellraisers, Гамбиты. Да, я за лимоносистой полей. Вот мне они прикольные. Не, ну, бразильцы вообще, они своей игрой просто заворожили очень многих. И действительно, не просто так находятся, ну и поднялись вот сейчас в мировом рейтинге в начале этого года. Хорошие два турнира они отыграли. Да, могло быть еще получше, но... Но они и так молодцы, на самом деле, так вырваться. И буквально там за полгода, за год так, так. Заявить о себе. Ну что же, пока... А знаешь, сколько лет там Fallen тут самый играет в Counter-Strike? Ну, я уже слыхал много, конечно. Точно больше десяточки. Еще в МИБР, да, была там какая-то команда. Да, было такое. Ладно, возвращаемся к нашему матчу. Ликвид меньше минуты на выход. Они приняли решение выходить на точку Асплитом. Один лонг, четыре зигзаг. Она контролируется двумя игроками. Hellraisers. Оскар убегает. Оскар убегает. Так, гонали Оскаром. Вот это важнейший минус от Нитро. Не побоялся прочекать на длину. А Оскар просто был спиной даже и... Но дикий кучер, вырывайся с КТ через дым. Все-таки нейтрализует Нитро. Бомба ставится под зигзаг. Ашер, ну, не знаю, должны выбивать, по идее. Только что кто-то вообще у Холл Резер, по-моему, Зеро, вообще бежал на Б. И парни думали, что все-таки, возможно, это какой-то фейк. Нет, не тут Табелла. Минус от Адерна. Есть минус от Хика. Просто, очень просто выходит на длину и вырубает всех. Либо Ашеры сразу уже сейвить шли в четвером после поставленной бомбы. Я не понимаю, что происходит. Кучер, Зеро на сейве. 14-14. И все идет к тому, что мы увидим, по-моему, какой-то, возможно, невероятный камбэк. Возможно. Кстати, да, они должны были идти на сейв. Ну, при ситуации 5-4. Ну, по крайней мере, там, вот по некоторым телодвижениям, да, можно было сделать такой вывод. По-моему, здесь уже явно мисс коммуникация налицо. Или Ашеры решили, ну, выбивать. Хотя, ну, позиции у них не было. Денег у них в следующем раунде тоже быть не должно. В этом проблема. Они столько проигрывали, потом один взяли и снова проиграли. Нет, у них не должно быть денег, они должны были уйти на сейв. Хотя нет, 5-800, 3-400, 3-900. Нормально, могут закупиться. Да, у Оскара даже хватает на АВП, это самое главное. Значит, не собирались идти на сейв. Просто какой-то мисс коммуникация был понятный. Ну, я же тебе говорю, просто, возможно, ребята видят, что бомбы не стоят. И такие, да, может, это какой-то супер фейк. Там, Оскар уже почти под Б вернулся. Либо потом уже спрошу у Ломобота, что это было, если не забуду. Ладно, друзья, поехали дальше. Абсолютно равная игра. Красавцы, Ликвид. Просто снимаем шляпу, конечно же, перед командой Симплой. Симплой провести такую первую половину, начало второй. Казалось, что все, но нет, они собрались. И со счета 13-7, да, мы уже видим 14-14. Что-то такое, да. Там был, ну, очень тяжелый камбэк для Ликвид. После таймаута, опять же, Халл Рейзерс, возможности взять таймаут уже лишены. Они взяли при счете 3-2 свой таймаут, сидели обсуждали. Теперь они, увы, этого сделать не могут. Ну и ключевой, вне всяких сомнений, ключевой раунд. Раунд для команды Халл Рейзерс. Они, если они его проигрывают, они лишают себе экономики полностью. Там можно рассчитывать только на какую-то удачу с пистолетом. Для Халл Рейзерс этот раунд очень важен. Действительно, отдают, ну, наверное, почти все. Конечно, поверим в фантастический момент, как и в прошлый раз. А что-то 15-14 все-таки вытащили. Даже рай там 12-15. Ну, давайте наблюдать за сплитом Бэй. Пройдет ли он в очередной раз. Вот начну, были слабую точку сейчас где-то в Ликвид. Но на этот раз вроде бы принимается. Да нет, Зеро не дает минуса. Ну, что ж такое. Все, это должен быть сейф от Халл Рейзерс. Все. Уже сейчас, да. Здесь вариантов немного. Вот Кучер единственное, что играл в миде, мог бы как-то попытаться вырваться. Но ее, по-моему, там тоже контролировали. В общем и целом, отлично раунд от Ликвид. Они уже в который раз сплитом заходят на Б. И с этим ничего, Шерпа делать не могут вообще. Сколько можно? Не, знаешь, вот вообще в таких ситуациях обычно, когда команда понимает, да, что два игрока вот в точке Б, они не работают. Они обычно там оставляют одного, второй в миде, третий тоже где-то там в КТ и в миде. И два играют точку А. И это нормально, даже если сплиты заходят, да, и вот игрока на точке Б вырубают. Можно сыграть на выглание? Конечно, можно как угодно. Просто уже сколько раз к тебе приходят на бета, уже понимаешь, что там слабое место. Нужно уже было давно все поменять, по-моему, ребятам из команды Халл Рейзерс, но не меняют. По-прежнему играют там два закрыта в основном. Там, да, есть и КТ-респаун, и КТ-респаун отрезают, и после этого все заканчивается. Нет выпада вот в этот выход на центр. Там сразу же куча флешек и выход от защиты. Такого мы не наблюдаем, и просто там постоянно зажимают двоих игроков в Б-планете. Ну, стоит где-то играть действительно вдвоем на А, где-то, может быть, агрессивно на длине, либо в Зиге там на Чек, ну и втроем начали хотя бы Б принимать. Смотри, Ликвид пошли ва-банк. Они понимают, что это последний раунд, уже решающий, берут целую кучу. Опа! Снайперских винтовок вместе с плеткой. Это работает. Хика минусует Оскар на мидер. Шикарно. Дим Ликвид просто шикарно. Набрали куча виков, прострелили там с помощью Скара. Досталось из эра, Оскара вообще забрали. Ну что, Халл Рейзерс в меньшинстве. Ну, это, конечно, фантастическая игра, и абсолютно заслуженно попадут на мейджор Ликвид, если сейчас они сделают это дело. Но это еще не конец. Четыре фрага, и просто мейджор-поинт очередной в этом противостоянии на этом чемпионате, но в этом противостоянии первый. Да, Стика в упоре занимает банку, слышит прекрасно, что Хика где-то там прыгает, но вот думает, выходить ему или все-таки нет. Позиция у него достаточно близкая. 13-7, Карл. 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 13-7, боже, ну да. И вот с того комбайка взяли... И помнишь тот самый раунд, который не взяли? 14-й один был. И там были все-все-все шансы у ребят. Когда Стика, да? Ну, ты про этот раунд. Когда он не мог Лухипова забрать, да? На Титанике. И это тоже. Ой, да вообще тут столько событий. Такой матч мы с вами наблюдаем. Да, первая там, вторая карта, такое не очень, но... Зато, ребята, после тайм-аута друг другу написали хэфан. По-моему, этим занимался Стика, да? Стика же писал хэфан. Да, 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 да. Вот, вот, должен не расстраиваться, должен получать удовольствие. Получи, фан, да, в ответ. Вот минус 2 от нитро. Ну и все, по-моему, остается сейчас совсем мало. Ну, подождите, Стика, Зеро не сдаются. Дает минус 2. Таравон 2, 5. Видит ворота, выключает еще одного. 2 на 2. Что происходит? Флешка влетает в Зеро. Прямо его будут давить до самого конца. Самое главное сделать минус, но нет. В самый решающий момент Зеро ошибается. И немобильный Стика остается один. Его тут же запирают Молотовым. Бомба точно будет установлена. При этом вопрос времени. Когда же там Стика спалится? При том, что он немобильный, подащить будет тяжело. Но невозможно. Давайте же смотреть. Да! Поздравляем команду Liquid. Видит сумасшедшая камбэк, сумасшедшая победа. Simple. Поздравляем с мейджером. Хик заслужил. Красавцы, парни. Мега камбэк. Тайм-аут от бога, как говорится. Тактикал пауза. Просто великолепно. Ну и HellRaisers просто готовы кого-то убить. Это... Спасибо ребятам за выступление. Красавцы были близки. Но чуть-чуть, просто чуть-чуть не хватило в этом матче. Знаешь, что обидно? Что уже вторые квалификации к мейджеру подряд в Десайдер матче. Во-первых, ашары не выходят с первого места в группе. Да, но это-то и ладно. В Десайдер матче, против какой бы команды они ни играли, они проигрывают 2-1. Вот к отборочным на Клуж на Поку было так. Сейчас абсолютно та же ситуация. Тоже пот, тоже первую дают, вторую берут. И вот такие вот дела, друзья. Что ж, как бы там ни было, Liquid можно поздравить. Они показали, правда, потрясающую игру. Давкомбэк со счета 7-13, до 16-14. Вы понимаете, насколько непросто это сделать. Ну что ж, обнимаются ребята. Конечно, хорошие отношения у них. Вот все-таки за полем. В игре, конечно, они жесткие враги. Но все-таки по ту сторону мониторов все тут у всех хорошо. Конечно же, есть время попраздновать у Team Liquid, а HellRaisers все-таки подумать о ошибках, посмотреть на очередной мейджер без них. И, наверное, все-таки в следующий раз выдать свою игру. Что думаешь? Я думаю, что нужно нечто более фундаментальное, чем просто посидеть, поработать, потренироваться. Этим парни занимались уже много. Ну и сейчас, я думаю, наша студия аналитики поработает вот с тем, что происходило, что случилось после паузы от американской команды, что случилось с Оскаром, который тоже пропал с карты после этой паузы. И вообще, как так произошло, какой камбэк от Simplay его команды. Да, мы же с вами прощаемся. Спасибо большое вам за просмотр. Спасибо, что были с нами. Кнопка фоллоу ждет, пока вы ее нажмете. Для вас работали ТАФ и Ленин. Встретимся завтра. Пока. Егейминг Бэтс. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Дота 2 и Хардстоун. Контерстрайк и Старкрафт. World of Tanks и Лига Легенд. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит.